Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам об одной интересной особенности головоломки под названием скьюб. Точнее даже не особенности, а фишечки, которую вы можете применять на последнем третьем этапе сборки, в том случае, когда у вас не на месте 4 центра. И на самом деле это очень просто, понятно и здорово. Этот случай решается с помощью трех пиф-пафов, и сейчас я вам его покажу. Посмотрите, пожалуйста, вот как он выглядит. Если вы сделаете на скьюбе три пиф-пафа без перехватов, тогда у вас получится то же, что получилось и у меня. Нижний центр, естественно, не тронут, потому что пиф-паф его не трогает. В верхней и передней нужно поменять местами, и левый и правый также нужно поменять местами, а задний собран. Как решить эту ситуацию? Ну, вы уже, наверное, поняли тремя пиф-пафами. Раз, два, я чуть-чуть запутался, но ничего, три. Три пиф-пафа меняют на скьюбе левый и правый центр, а также верхний и передний. Кстати, забыл сказать в предыдущих видео, что возможно на третьем этапе такая ситуация, когда три центра не на месте, возможно такая ситуация, когда четыре центра не на месте, возможно такая ситуация, когда пять центров не на месте. Естественно, невозможно такая ситуация, когда один центр не на месте, потому что ему некуда деваться. А вот возможно ли такое, что два центра не на месте или шесть центров не на месте? Шесть, сразу скажу, невозможно, потому что мы изначально собираем скьюб так, чтобы белый был на месте. Поэтому уже автоматически их может быть как максимум пять. Возможно ли такая ситуация, когда два центра не на месте, а все остальное собрано? Ответ очень прост. Нет, невозможно. Может быть только либо три центра не на месте, либо четыре, либо пять. Но они могут располагаться абсолютно по-разному. Будьте к этому готовы. Еще раз показываю ситуацию, решающуюся через три цифра. Вот она. Зеленый идет сюда, и вот эти два меняются местами. Вот так она решается. Но есть ее небольшая разновидность. Сейчас я вам ее покажу. Вот она разновидность этой ситуации. В данном случае у нас не на месте четыре центра. Четыре центра не на месте. Но так получилось, что белый не на месте. Ну, неважно. Предположим, что мы начинали с оранжевого. Что делать в такой ситуации? Смотрим на верхний. Видим, куда он должен идти. Понимаем, что их четыре. Ага. Соответственно, есть вероятность того, что мы можем решить эту ситуацию через три пиф-пафа безо всяких перехватов. Два вот этих у нас взаимозаменяемые. То есть один идет сюда, а второй отсюда сюда. А еще два взаимозаменяемые вот эти. Но нам это не выгодно. Нам нужно, чтобы передний менялся с верхним, а правый менялся не с задним, а с левым. Поэтому мы вот этот центр, который оказался сзади, берем и аккуратненько переставляем налево. Что значит аккуратненько? Чтобы вот эти три центра не сместились. Ну, вы видели, да, как я это сделал? Вот он сзади. Вот за эти три центра взялись, прям за все три, чтобы не сдвинулись они никуда. Этот поставили на место. То есть сделали установочный ход или английским словом это setup move. Теперь делаем три пиф-пафа безо всяких перехватов. У меня это еще не очень ловко получается. Ну и отменяем setup move. И скьюб собран. Вот она та самая фишечка, о которой я говорил. Та фишка, которая может реально ускорить сборку с кьюба. Вот. Ну что, друзья, осталось только показать примеры сборок, чтобы вы уже точно вниклись идеей сборки этой головоломки, чтобы у вас не возникало никаких лишних вопросов. Собственно, это я и сделаю в следующем видео. А пока что до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok